Мы приехали в бухту, залив точнее, чтобы посмотреть на вон тот маленький маяк. Называется он Spring Point Ledge. Тут ещё такие яхты, залив. Ой, вообще погода просто песня. Пахнет водорослями. Да? Да. Морской воздух? В штате Мэн в целом находится где-то больше 70 маяков. Я выбрала только два. Вот второй маяк, на который мы приехали посмотреть. Portland Head Lighthouse. Самый главный. Блин, это просто какой-то кайф. Какие мощные волны. Ветер свежий, солёный, океанский. Вот этот маяк. А вид, ну вы только посмотрите. Ну вообще, как такое возможно? Как природа может быть вообще такой совершенной? А здесь вот на стене висят всякие разные поплавки разноцветные. И вот это вот клетки стоят, в которых ловят лобстеров. Тут вообще очень строгие правила для ловли. У каждого рыбака должен быть свой буёк определённого цвета, чтобы он случайно не вытащил чужую ловушку. Вот. Потом с утра едут, собирают. И там собираются лобстерики. Вот ещё эти ловушки лобстерные. Полным-полно их. Я прям смотрела видяшки, как ловят лобстеров. Как они уплывают там все на своих лодках. Вот. Это, кстати, мы и приехали в старый порт. Old Port. Здесь вот куча всяких яхт, рыбацких лодок. Красотища. Начался дождик, и мы уехали из Портленда. Приехали в маленький город, который называется Кеннибанкпорт. Да, похоже на что-то какое-то немецкое название. Кеннибанкпорт инн. Напишет, что нет свободных мест. Какая милота вообще. Тут уже всё приготовили. Осень, сезон. Хэллоуин скоро. Всё тыкву разукрасили. Прелесть. Ты моё прелесть. Здесь нам всё занято? Ну. Это главная площадь маленькая. Если не ошибаюсь, называется она Докскуэр. Пойдём дальше. Вот это река Кеннибанк. Только что уже не спрашиваю, говорю, что это за река, интересно. Река называется Кеннибанк. А с другой стороны вон стоят большие лодки. Это крутая табличка. Добро пожаловать в Кеннибанкпорт. Она вообще какая-то похожа старинная. Старинная. Из железа сверху сделаны домики, ёлочки, церковь. Даже там наверху часовня. Круто. А вот и лодки. Тут вот ещё декорации. Я думала, в этом году уже не будут, ну, из-за ковида, как-то к Хэллоуину особенно всё украшать. А нет. Вот тут целое кладбище на реке развернули. Я терпеть не могу Хэллоуин. И всё, что они делают на него. Вот это, это женщина, мужчина, женщина. Всё-таки, наверное. Ой, ужасно. Отвратительно. Я хочу всегда путешествовать. И не хочу останавливаться, понимаешь? Хочется просто... Тогда давай купим автобус. Да, вот такое, знаешь, ухота просто на целый год уехать куда-нибудь. Тебя смогла создать уют в автобусе? Может, пазик-то? Ты не пазик возьмёшь? О, там карту можно взять? Прикольно. Если можно, то санитайзер. А это санитайзер? И позвонить колокольчику. У-у-у-у, ветер. У нас последний город на сегодня. Город Портсмута, Нью-Гэмсери. Ой, блин, что-то ветер поднялся. Капец, как холодно стало. Итак, что у нас есть в Портсмуте? Кроме ветра. О, во-первых, у нас тут есть вот эта епископальная церковь. Самая главная церковь. Самая главная церковь этого города. Это шляпные магазинчики. Жень, тебе вот такую можно купить. Я сверху. А, сверху. Вот это? Или вот эта шляпника? Что здесь такая скучища вообще? Боринг Таун. Боринг Таун, реально. Это его второе название. Город скукотища. В котором умная Оля запронировала гостиницу на ночь. А могли бы уехать в Бостон. Нет, теперь только остается гадать, этот город убила корону или он всегда был такой убитый. Не знаю. Раньше Портсмут был центром военного и промышленного судостроения. Но, видимо, после того, как этот центр перестал быть центром, люди отсюда поуезжали. Мне так кажется. Я только что вышла из душа. Так приятно вообще просыпаться с утра, видеть за окном елочки. Сразу такое утреннее настроение клевое. Вот вид у нас из окна. И тут ужасно скрипит пол. Просто кошмар какой-то. Кстати, сюрприз. Что идет по телеку? Идет Маша и Медведь на канале Universal Kids. Только мультик идет на английском. Они, конечно, там не так много разговаривают, как мы знаем. Но все равно прикольно. Бостон это вообще самый крупный город штата Массачусетс. И также его столица. И здесь есть такая тропа свободы. 24 километра она длится. И там располагаются все знаковые места этого города. Старый город. Старый Женя в старом городе. Вот это самая приятная часть Бостона, где старый город. Такие маленькие узкие домики кирпичные. Всякие тут таверны вокруг. Ну, что-то опять как-то очень пусто в этих тавернах. Может быть, мы просто в обед пришли, а люди ближе к вечеру подъедут. Неизвестно. Мы Женя в Бостоне уже второй раз. Приезжали сюда два года назад. И, в принципе, нам здесь очень понравилось. Мы прям прошлись по всему историческому городу. По донтауну. И как бы, ну, такая однодневная у нас была поездка. Было классно было, не знаю. Сейчас я просто иду и не узнаю. Я думаю, это реально тот же пост, в котором мы были. Сейчас смотрю, думаю, да, точно. Вот в этом месте я как раз фоткалась. Думаю, да. Ну, почему-то все такое разное. У меня вот в инстаграмчике есть фотка прям с этого места. И когда я фоткалась, тут столько машин ездило и людей ходило. И я прям, ну, не могла выбрать секундочки, чтобы сделать эту фотку. Сейчас, пожалуйста. Пустота. В Америке, кстати, есть отдельная профессия, которая называется выгуливатель собак. Один человек собирает несколько собачек, ведет их на выгул. Потом разносит их по домам. Разводит по домам. Какого-то они медведя прицепили себе на капот. Вон пожарники там рассказывают, куда можно пойти в Бостоне. Поглядеть. Вообще, у нас был план остаться здесь на ночь. И завтра поехать в штаты Коннектикут, Род-Айленд. Возможно, в Апстейте Нью-Йорк куда-то заехать. Но мы, короче, вчера смотрели, гуглили, что же можно посмотреть. И вообще ничего не нашли интересного. И, наверное, мы сегодня будем возвращаться в Нью-Йорк. Представляете? Такие мы избалованы стали. В прошлый раз мы были вот на этой набережной. Здесь было столько много людей, отдыхающих на газонах. Все лежали. Уличные музыканты пели. Мы напоследок приехали в Гарвардский университет. Самый первый университет Америки. Находится он в городе Кембридж. Прямо где-то в пяти минутах от Бостона. Это так называемый Гарвардский двор, где находятся в основном административные здания университета. Также здесь находится библиотека и общежитие для первокурсников. Я вот здесь гуляю, мне сразу вспоминаются какие-то американские киношки. Причем комедии такие студенческие, типа американского пирога. Вот, показывали же раньше, как студенты тусовались в этих студенческих домах. Там всякие вечеринки устраивали, голые забеги, там еще что-нибудь. Это звонница Гарвардского университета. Про нее, кстати, отдельная история. Колокола для этой звонницы были куплены у Советского Союза после того, как закрыли Данилов монастырь в Москве. И потом, когда храмы начали восстанавливаться в России, эти колокола забрали обратно. И потом в Воронеже отлили новые колокола и прислали в Гарвард. Так что, представляете, на Гарвардской звоннице стоят воронежские колокола. Это типа Джон Гарвард, который на самом деле не Джон Гарвард. Говорят, тут написано, что это основатель университета. В 1638 году его основал. На самом деле это вообще не он, позировал тут другой человек. И Джон не был основателем. Он просто вклад, вложил деньги в открытие университета. Меценатом был. И все. Меценатом был. Меценатом был. Меценатом был. Субтитры подогнал «Симон»